Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Заканчивается наше рок-путешествие по Питеру. Прекрасный город, есть что и посмотреть, и куда сходить, и где вкусно поесть. Есть и масса разных гостиниц и хостелов, на любой вкус и кошелек. Да еще и к тому же не только город-герой, но и город-боевой и трудовой рокерской славы. Конечно, родиной русского рока является Москва, где появились первые рок-группы Сокол, Скоморохи Градского, группа Стаса Намина Цветы, Машина Времени. И это естественно, так как это столица. Но вот то, что история официального советского рока началась в Питере, вот это на самом деле парадокс. Но это так. Именно в Ленинграде в 1981 году появился первый в стране официальный рок-клуб, в котором росли и крепли аквариум, ДДТ, кино, аукцион, телевизор, автоматические удовлетворители, башлачев, Курехин с поп-механикой, бригадный подряд, секрет и многие-многие другие. В Москве рок-лаборатория появилась только 4 года спустя. И что еще в Питере меня всегда удивляет, и я не перестаю этому удивляться каждый раз, когда приезжаю в Питер, так это простор его центральных проспектов и улиц. И опять-таки я удивляюсь не самой ширине, прямолинейности и архитектурной строгости этих транспортных артерий города, а удивляюсь масштабу мышления Петра I, закладывавшего город более 300 лет назад, когда по этим широченным магистралям проезжало 3 повозки в день. Говорят, китайцы составляют планы развития с перспективой минимум в 50 лет, то есть горизонт планирования простирается за 50-летний рубеж. В Советском Союзе планировали пятилетками, а в современной России перешли к сиюминутному планированию и управлению в ручном режиме, по складывающейся ситуации. Петр I же мыслил столетиями. Вот это меня каждый раз удивляет, когда я проезжаю в Питер, или когда гуляю, выражаясь словами Есенина и группы монгол Шоудан, по московским изогнутым улицам. И что еще бы я сказал о своих ощущениях, которые я пока еще не осмыслил. Хотя главные события культурной жизни России проходят в Москве, и это естественно, так как это столица России, но все же Москва это больше деловой город. Питер же не зря называют нашей культурной столицей. И это объясняется не только тем, что здесь масса архитектурных памятников, музеев, галерей, театров и выставок. В Питере чувствуется какая-то художественная атмосфера. Дух поэзии, искусство витает в воздухе. Не просто так здесь появились Блок, Мандельштам, Ахматова, Гумилев, Бродский. И это я перечислил только поэтов, и только малую их часть. Здесь развивались и развиваются все искусства. И этот дух поэзии, музыки и вообще искусства проявляется здесь даже в уличной жизни. Здесь запросто можно встретить прямо на улице достаточно приличных начинающих музыкантов, художников или поэтов. Вот как мы встретили одного начинающего поэта в качестве вахтера на входе в один питерский паб. Но Питер настоящий город искусств. Здесь собрались все и музыканты, и поэты, и художники. Они здесь процветают, тусуются. Даже на входе в английский паб стоит поэт. Да не я, это на бы. И сейчас он рассчитает вам собственное стихотворение. Великолепно, кстати. Но при взгляде на обоих бессердечный таял. Рода творит чудеса. Говорят, что мастер Оскар Вайлд. Горято с него писал. Ее музыка, чары, наркотики. Каждый ноктюрн отправляет в экстаз. Благодаря таким еще живы трагизмы, готика, сатанизм, поэтизм, декаданс. Он тоже был предан искусству. Его полем для битвы являлась жизнь. Он писал ее так искусно, а в петлице носил нарцисс. Он спокоен, как ход катафалка. Она истерична, как мать убиенного. Как надгробные, нежные две фиалки. Они вместе всегда во вселенной. Вся любовь. Весь филизм с романтизмом. Глядя на них, мне кажется бредом. Ее зовут Приземлен на жизни. А его называют поэтом. Вот так вот. А вы говорите, что мы зря приехали в Питер. Тут гнездо художников и поэтов, и музыкантов. Рок-музыкантов. Так что всем рекомендую ехать в Питер при любой возможности. Наш уикенд питерский с кодовым названием по местам рокерской славы закончен. Мы сидим уже в поезде «Красная стрела» в том же самом купе. И через 20 минут выдвигаемся в Москву. Посмотрели все, что было у рокеров. Известно. И рок-клуб, и кочегарку, и Цоя, и арт-хаус, и Сайгон. Все нашли, все посмотрели. И даже Аврору посмотрели, революционную. И в знаменитом магазине Castle Rock я приобрел себе вот эту шляпку. The Beatles и вот эти вот потрясающие очки кота Базильева. Теперь я буду выглядеть как настоящий рокер. Как бесконечно для нас тянутся минуты, Когда у моря бестолку сидим, погоды ждем. Зато часы и дни так быстро пролетают, Когда к мечте своей идем мы на подъем. Рок-путешествие по Питеру, конечно, Важный этап движения на подъем. Должны же мы узнать, и хорошечно, Как рокеры здесь начинали течь ручьем, Затем переросли в большую реку, Кричали перемен и шли вперед. Даже заставили серьезных человеков Открыть рок-клуб, куда валил народ. Потом немного сдулись диссиденты, Рок-клуб закрыли, Разбрелись все по углам, Но приютил всех рокеров арт-центр, Аквариум даже альбом там записал. Но все же отголоски былой славы Здесь хорошо слышны по вечерам, У Ауткаста на концерте побывали, Слушали эпидемию мы в клубе Космонавт. Жизнь здесь бурлит, Рождаются идеи, Плодятся панки, Невзирая ни на что. Шары, торт шоколадный, Манекены, В общем, я думаю, Все в роке будет хорошо. Не пропадем, я это точно знаю. Ни в пиве рокер не утонет, Ни в воде. Тем более, что в рокерскую стаю Вошла рок-группа Волощук СД. Здравствуй, милый отчий дом, Будь за нас спокоен, Где б я ни был, Ты всегда со мною, Я согрет твоим теплом. Ну, здравствуй, Москва! Уважаемые пассажиры, Заканчивается посадка На пригородный электропоезд До станции Антонова. Открытие в восемь часов... Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Волощук. Волощук, 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 В